Глава Чечни Кадыров сказал, что за оскорбление в интернете надо убивать, сажать и пугать. Ну нет, ну конечно нет. Это его личная проблема. По-моему, это неправильно так говорить. У каждого человека свое мнение. Есть слова, которые, ну, реально, знаешь, оскорбление чести, достоинство оскорбления семьи, то есть тому подобное. Они очень сильно задевают, скорее всего, на этой почве он и так выразился. Ну, я считаю, что это абсолютно правильное решение. Давно надо уже вводить порядки такие, ну, как сказать, чтобы все было так, чтобы нас все боялись. И мы всех боялись, в общем, это страх, это же двигатель прогресса. Вот, и вообще, да, не забудьте еще смертную казнь вводить. Может быть, даже не сажал, потому что дураков-то много. А вот воспитывать их как-то я бы с удовольствием повоспитывал. Я в том плане рублем или какими-то принудительными работами или еще что. Да, даже, может быть, знаете, публиковать фотографии хамов. Человек вообще выявить сложно. Вы же не уверены, что это именно этот человек. Как вы его поймаете, найдете и достанете оттуда. Что надо делать с теми, кто оскорбляет в интернете, раздражает кого-то? Это личное право высказываться. Надо соблюдать какие-то просто рамки, может быть, там не позволять там мат какого-то, еще что-то. Но наказывать за это не надо. Наказывать не надо. Ну, все-таки в свободной стране, наверное, живем. А что с такими людьми надо делать? С такими людьми? Мимо просто. С дураками как бы не спорят. Почему Рамзан Ахматович позволяет себе вот такие громкие высказывания? Гордыня человеческая. Один из пороков человека. Видимо, его менталитет. Горячий, молодой. Как вы вот относитесь к тому, что вообще он такой заявил, что кого-то надо убивать, сажать? Это справедливо? Вообще агрессия. Зачем нужна агрессия? Я плохо отношусь. Наказывать как-то надо каким-то образом. А как, пусть думают руководители. Все решает не единственный человек, а решает все-таки правозащитные органы или сам Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова